Всем здравствуйте! Это новости Турции. Для тех, кто открыл подобное видео впервые, я живу в Турции, перевожу на русский язык новости из официальных источников здесь в стране. Это мой личный блог без претензий на профессиональную журналистику. Если вам интересно, что на самом деле происходит в Турции, чем интересуются турки, какие здесь происходят сплетни, то вам на этот канал. В инфобоксе под видео ссылка на телеграм-канал самых свежих новостей из Турции. Обязательно подписывайтесь, ну а мы приступаем. Вчера ранним воскресным утром упало трехэтажное здание в Стамбуле, в районе Кючукчик-Медже. Пострадало 5 человек, они оказались в больнице, 2 человека пострадавших отказались от госпитализации, и один человек, к сожалению, погиб на месте, у него не было шансов выжить. Сразу же министерство здравоохранения и министр здравоохранения дали заявление о том, что в 9.35 по местному времени утром в результате обрушения здания в Стамбуле, в районе Кючукчик-Медже, произошло происшествие, рухнуло здание. На место происшествия было отправлено 15 машин скорой помощи и 5 бригад спасателей МЧС турецкого АФАТ. К вечеру уже, конечно же, все весь день транслировалось в прямом эфире по экранам телевидения, и уже к вечеру был задержан владелец этого здания. Утверждается местными СМИ, что на крыше какая-то незаконная стройка или что-то подобное там, или какие-то строительные работы проходили. Также еще был задержан владелец кафе на первом этаже этого здания. Но в итоге один человек погиб, 8 пострадавшим. Также появились сегодня кадры, как спасали и собачку спасли из-под этих обломков. О чем вообще говорили люди, как восприняли эту информацию? Конечно же, сразу, это первая реакция, это про землетрясение и мнение очень многих турок о том, что, знаете, землетрясение не произошло на ровном месте, без подобного воздействия дома падают. Пока что нет какой-то информации о состоянии этого здания. Есть в интернете фотографии здания до обрушения, и там на них как бы якобы показано, там буквально с двух ракурсов все фотографии, то есть это не супер доказано. Но есть предположение, что здание было наклонено, что там, в принципе, какие-то проблемы были в этом здании, в постройке. Но, тем не менее, сразу скажу, это здание было не под снос, не на каком-то балансе, не на планах на перестройку, разрушение. Обычный жилой дом, да, не новый, но и не мега-мега старый какая-то развалюха, которая вот-вот должна была упасть. Популярная новость в соцсетях, которую, помимо разрушившегося здания Стамбуля, обсуждали все выходные, до сих пор еще видео новые заливают в Инстаграм, Твиттер. Это в пятницу 31 мая в сетевом магазине косметики Гратис была объявлена акция, скидки сулили около 75%. Первое, конечно же, были огромные очереди у входов в магазины, затем пошли видео, как в очередях женщины дрались за очередь, за то, чтобы кто-то пытался пролезть быстрее. Ну а уже затем было очень много видео драк в самих магазинах за товары, женщинам товаров не хватало, просто вот это ощущение скидки и сметали с полок все подряд, что нужно и не нужно. Были скандалы, это очень сильно, конечно, все обсуждалось в соцсетях, в социальной жизни. Еще категория видео уже бедных продавцов, несчастных к концу рабочего дня, скажем так, которые сидели на полу, пили водичку, отдыхали просто в разгромленном магазине, как после бомбежки. Радовались тому, что остались живы. В некоторых районах, тоже в Стамбуле это было, что сотрудникам магазина Градис пришлось вызвать полицейских для того, чтобы они отогнали, если так можно выразиться, отстранили покупателей, которые не желали уходить после окончания рабочего дня продавцов. Они просили их до конца обслужить, не позволяли закрыть магазин и отказывались уходить. Брали штурмом прилавок, поэтому приезжали полицейские для вот этого разгона, оттеснения покупателей, которые ждали своих покупок. Также на этих днях очень активные протесты про-палестинские против Израиля в Стамбуле и протестующие напали на штаб-квартиру офиса азербайджанской государственной компании по торговле нефтью. Компания называется «Сокар». Они облили двери входные компании краской, пытались выбить двери, просто реальное нападение было. Протест был за продажи нефти в Израиль через порт Джейхан на юге-востоке Турции. Эти продажи делает азербайджанская компания. В итоге, буквально вчера, через несколько дней после протеста, полиция задержала 10 человек, членов движения. Движение это было «Тысячи молодых людей за Палестину», оно называется, кто устраивает эти регулярные протесты. И также еще протестующие в эти дни против агрессии Израиля в секторе Газа подожгли израильское консульство в Стамбуле. Но его потушили, но урон, скажем так, все равно был нанесен. И вот эти пропалестинские митинги в разных частях Турции продолжаются, не утихают, массовый характер имеют. По делу о пожаре в ночном клубе в Бешикташи, который привел к гибели 29 человек, подготовлено обвинительное заключение после расследования. 9 подозреваемых взяты под стражу сейчас, и им статья экриминируется «Умышленное причинение смерти по неосторожности». И обвинение запрашивает им до 22,5 лет тюремного заключения на всех 9 человек сразу. Если вы помните, буквально месяц-полтора месяца назад произошел взрыв газа во время строительных работ ночного заведения в жилом доме в подвальном повещении в районе Бешикташи в Стамбуле. И вот тогда в связи с этим взрывом погибло 29 человек просто в один момент на ровном месте, если так можно выразиться. Тех, кто живет в Турции, иностранцев особенно, хочу вас предупредить, что на всей территории страны участились случаи нового вида мошенничества. Люди приходят по домовым обходам, представляются сотрудниками Министерства внутренних дел, они предоставляют фальшивые поддельные документы, удостоверяющие их личность, условно, карточки сотрудников внутренних дел, документы, свои значки и так далее. Что они делают? Они представляются сотрудниками и как бы собирают данные для проверки личных данных переписки населения якобы. Но ее никакой переписи населения сейчас в Турции нет. Эти мошенники используют свои поддельные документы, на самом деле собирают биометрические данные различные граждан, неважно, иностранец вы нет, ваши номера кемликов, видов на жительство и так далее. Сейчас полиция, в частности, призывает всех быть бдительными, никому не открывать дверь. И выпустили памятку о том, какие документы нужно потребовать у представителей типа государственных властей, если они пришли к вам с проверкой ваших документов. Первое, это надо потребовать удостоверения личности. Второе, связаться с местными органами власти вашего района или главным управлением по делам гражданства, регистрации населения. Для уточнения, был ли отправлен визит, потому что там есть регистрация. Если визит официальный, настоящий, то регистрация есть в госорганах. Вам сразу ответят, да, сегодня к вам вышли инспекторы. Третье правило, не предоставлять, конечно же, никаких личных данных и документов, своих карточек каких-либо, если человек не представился, не показал свой паспорт, удостоверение сотрудника и в госорганах вам ничего не подтвердили. Никакую информацию о себе не даем. Оформление загранпаспорта в Турции, одно из самых дорогих в мире. Стоимость на данный момент, на сегодня, 10-летнего паспорта составляет 8623 турецких лиры, это примерно 300 долларов. Для сравнения, стоимость оформления загранпаспорта в Австралии 230 долларов, в Мексике тоже 230, в Америке вообще 170 долларов, практически в два раза меньше. Поэтому загранпаспорт, чтобы уехать из Турции для граждан Турции, это дорогое удовольствие, и цена растет, растет. По данным конфедерации, в мае 2024 года черта бедности в Турции снова достигла нового порога. Сейчас бедность считается 59 тысяч турецких лир заработок на семью, а черта голода это 20 тысяч турецких лир. За первые пять месяцев этого 2024 года черта бедности выросла на 12,5 тысяч турецких лир, а за последний год на 30 тысяч турецких лир. Почему это происходит? Потому что стоимость продуктов питания и непродовольственных различных товаров и услуг значительно увеличились. Соответственно, это усиливает и финансовое давление на семьи людей. Конечно же, до сих пор активен закон о бездомных животных, о их усыплении, если мы так вкратце в кавычках назовем, но там не про усыпление в основном. Конечно же, этот закон взял такое политическое течение. Оппозиционная партия против закона, государственная партия, кто сейчас у власти, за этот закон и идет какое-то объяснение этого закона, за его принятие. Дошло до того, что мэр Стамбула выпускал свой пост в бывшем Твиттере о том, что недопустимо, надо как-то по-другому решать это правило. На фоне собачки у него только фотография была, что, в общем, усыпление это не вариант, потому что это наши друзья-животные, они имеют право на жизнь. И тут же буквально ответка в этот же день или на следующий был пост в социальных сетях официальных президента Эрдогана, он на фотографии кормил собачку бездомную, уличную. Пояснение этого закона о том, что да, усыпление это последняя мера, но нам надо взять этот закон под контроль, в общем, надо что-то делать. То есть условно, как изначально был подан закон о усыплении бездомных животных, их назовем так ликвидацию, он власти, конечно же, взяли откат. И сейчас вопрос усыпления, он как бы снят с повестки, говорится о усилении законов и инструментов. И вот я сейчас хочу вам сделать небольшое пояснение, потому что у меня много вопросов про эту тему было. Эта тема реальная, социальная, животрепещущая, сейчас в Турции все это обсуждают. Ну, зовем, так касается очень многих, и в прошлом видео под комментариями это тоже собирало дискуссии. И детали вот этого закона, который сейчас правящая партия в парламент на рассмотрение хочет вынести. В этом законе хотят закрепить, что строительство и стерилизация и обслуживание приютов новых, они будут обязательно закреплены за муниципалитетом. Следующий пункт, если муниципалитеты не выполняют свои обязанности, часть денег, которые они получают от государства на эти, скажем так, услуги, да, это называется банк провинции, ну, по сути, от муниципалитета, эти деньги будут отрезать у вот этих служб. То есть им финансирование будет остановлено, если они не занимаются этой работой или делают ее не до конца. Основой станет усыновление собак. Все собаки обязательно будут чипированы, хотя по Стамбулу они практически все уличные сшипированные. И больше будут уделять усыновлению собак, то есть отдавать в руки, больше искать им дома, то есть пристраивать этих животных. Владельцам собак грозят очень большие штрафы, если они не заботятся о своих питомцах, выгоняют их из дома, на улицу и так далее. Также будет усилен учет собак без владельцев. Это будет вестись в муниципалитетах, то есть каждую собачку регистрируют, и прямо у нее там будет какая-то своя карточка. В муниципалитете, на государственном, скажем так, уровне у нее будет, где она живет, что какая-то информация. И усыпление на первом этапе рассмотрения этого закона не рассматривается, скажем так. В Анталии прохожие собирали рассыпанные фрукты уличного торговца. Он поругался и вступил в конфликт с полицией, которые его хотели прогнать, так как торговля его была с такого сладка, скажем так, незаконна. В свою очередь люди собирали эти Эрик сливы, фрукты, которые он продавал, отдали обратно продавцу. Мне хочется на этой ноте закончить новости, скажем так, позитивные, потому что об этом и есть весь менталитет. Качество этих людей, они не пройдут мимо, окажут помощь, если ты о ней попросишь. Но тут даже и просить не пришлось. Спасибо всем за ваше внимание. Я буду очень признательна за ваши комментарии под видео. Они очень помогают при движении канала. Подписывайтесь, оставляйте комментарии, распространяйте видео в соцсетях. А мы с вами увидимся в следующем выпуске новостей из Турции. До свидания.